Инсульты и инфаркты – все это быстрые и фатальные последствия тромбоза. Особенность тромбоза заключается в том, что он часто протекает бессимптомно. Вы уверены, что у вас нет тромбов? Давайте рассмотрим причины образования тромбов и подумаем, как от них защититься. Поставьте, пожалуйста, лайк и мы начнем. Если бы вы опросили население о самой распространенной причине смерти, вероятно, они назвали бы рак – сердечно-сосудистые заболевания, а также осложнения послевирусных инфекций. Несмотря на то, что тромбы являются одной из основных причин смерти, мало кто вспомнил бы о них. Пока тромб формируется, прикрепляется к стенке сосуда, вены или артерии, его рост в почти 60% случаев практически не вызывает явных симптомов. Однако, когда тромб отрывается и закупоривает артерию, осложнения развиваются молниеносно. В большинстве стран каждый второй пациент с закупоркой тромбом артерии, доставляющий кровь в легкие, умирает в течение получаса. Тромб просто отрывается от стенки сосуда, перемещается по кровеносной системе и закупоривает артерию, что приводит к прекращению дыхания. Это ужасно! Сразу возникают два вопроса. Что такое тромб и как узнать, есть ли он у вас? Тромб – это сгусток крови. Кровь может сворачиваться, и это нормально. Это защитная реакция, предотвращающая большую потерю крови при травме или порезе. За сворачивание крови отвечают тромбоциты – это клетки, восстанавливающие ткани. Очень часто тромбоциты оказываются в том месте, где стенка сосуда повреждена. Это происходит при курении, повышенном уровне сахара в крови, скачках артериального давления, малоподвижном образе жизни и избытке холестерина. Тромбоциты приходят на помощь, чтобы запечатать сосуд, но иногда они могут перестараться, и вместо того, чтобы закрыть дыру в стенке, образуется тромб. Теперь у тромба есть три пути. Расти, препятствуя кровотоку. Отрываться и блокировать артерию. Или растворяться. Чтобы тромб следовал по последнему, наиболее благоприятному сценарию, нужно быстро определить, есть ли у вас тромб. Или, может быть, их несколько. Считается, что каждый четвертый житель планеты подвержен риску тромбоза, и тромбы могут образоваться в любой части тела, так как кровеносные сосуды пронизывают его полностью. В зависимости от того, где образуется тромб, в венах или артериях, симптомы будут различными. При образовании тромба в артерии следует обратить внимание на несколько признаков. Например, появление холода в конечности. В этом случае тромб частично блокирует артерию, снижая кровоток. Также бывает бледная кожа из-за нарушенного кровообращения, слабый пульс, неправильное кровяное давление, а также перемежающаяся хромота, онемение или покалывание в конечностях. Другие симптомы включают шишку, потемнение кожи, шелушение, а в худших случаях – некроз, хотя такие случаи редки. Однако гораздо чаще тромбы образуются в венах. При тромбозе глубоких вен тромбы образуются в сосудах голени или бедра, вызывая отек, покраснение кожи, умеренный и асимметричный отек конечностей, а также тупую боль. Если тромб отрывается и двигается по артерии к легким, это может вызвать закупорку артерий легких. Это острое состояние сопровождается сильной одышкой, болью в груди, учащенным сердцебиением, кровохарканьем и затрудненным дыханием. Такие симптомы схожи с инфарктом миокарда, и диагноз тромбоза артерии легких ставится после исключения инфаркта. Важно быстро реагировать и вызывать скорую помощь, так как это состояние часто приводит к летальному исходу. Единственным правильным способом лечения тромбоза артерии легких является комбинация медикаментозной терапии и хирургического вмешательства. Если вы замечаете подобные симптомы, необходимо обязательно обратиться к врачу. Даже в случае, если это окажется не тромбоз, подобные проявления явно представляют угрозу для вашего здоровья. Тромбоз встречается довольно часто, примерно у каждого четвертого человека может возникнуть тромб. Однако вероятность тромбоза можно снизить, зная факторы риска. Люди старше 65 лет более подвержены тромбозу из-за состояния своих кровеносных сосудов. Длительные поездки, во время которых вы не меняете положение тела, а также малоподвижный образ жизни, часто сопровождающийся ожирением, также являются факторами риска. Курение и рак могут ухудшить ситуацию, так как они способствуют спазму стенок кровеносных сосудов. Кстати, здоровый образ жизни не всегда может обеспечить защиту от тромбоза. К сожалению, генетическая предрасположенность к тромбозу также существует. Если ваши родители, бабушки и дедушки страдали от тромбоза, вы можете оказаться под высоким риском. Поэтому важно всем знать признаки тромбоза, и если они проявляются, обратиться к врачу для проведения необходимого обследования. Больше информации по этой теме вы найдете на этом канале. Подпишитесь, поставьте пожалуйста лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии. Субтитры подогнал «Симон»!